Ну хорошо, допустим, если мы возьмем ситуацию тоже в чем-то параллельно, когда пока мы это не видим, пока Тберисия официально не прибегла к помощи Москвы, ну вот мы помним ситуацию в Казахстане, когда Шкуру Такаева, по сути, спасли там несколько тысяч российских спецназовцев, вот представить себе такую ситуацию, ну все войска сейчас России задействованы, по сути, в Украине, на украинских фронтах. То есть, чем сейчас Путин, как Путин сможет сейчас отреагировать на это? Мне казалось бы, наоборот, сейчас та ситуация, когда все эти страны, бывшие сателлиты, бывшие республики могут окончательно, вот как вы выразились, Юрий, сбросить с плеч это игот. Ну, будем надеяться, что это так, да, тем более, что, смотрите, есть несколько факторов. В Белоруссию в 2020 году было легко вводить войска Росгвардии, потому что, будем справедливы, никаких внешних различий между российскими солдатами и белорусским спецназом или белорусской госбезопасностью не было. В Казахстане силы вводились по некому формальному соглашению, которое, тем не менее, существовало с Грузией. Такого соглашения нет. Я подозреваю, что, ну, прямо скажем, посылка российских войск в Грузию в любой форме, в форме Росгвардии, в форме армейской, скорее приведет к обратной реакции. И скорее приведет к тому, что силы, грузинские силы, которые сейчас, допустим, стоят на стороне правительства, перейдут на сторону восставших. Ну, будем надеяться, будем надеяться, повторяю, что протестное движение, которое сейчас началось, завершится победой, завершится победой с минимальным кровопролитием, завершится в том числе, кстати говоря, освобождением Саакашвили. Я уже не говорю о том, что в случае его освобождения, кто знает, может быть, на следующих выборах он станет снова законным президентом Грузии. По крайней мере, мы знаем о его политических взглядах, о его политических симпатиях и антипатиях. И в этом смысле мы в нем можем быть уверены. Грузия, безусловно, как и Украина в какой-то момент, да, хочет стать частью Евросоюза. Я уж не знаю, будет ли ставиться грузинской стороной вопрос о вхождении в НАТО, но со временем, теперь уже, может быть, и будет ставиться после того, как Путин демонстрирует откровенно агрессивные шаги в отношении всех своих соседей. Поэтому, повторяю, то, что происходит в Грузии, обнадеживает. Но другое дело, что очень важно, чтобы этот процесс не был подавлен, подавлен жестоко, как он был подавлен в Белоруссии Лукашенко в 1920 году. Поэтому, повторяю, время сейчас тревожное. Пожелаем нам всем удачи. Удачи! Продолжение следует...